Не нужно покупать акции, покупайте фонды. Из-за того, что у вас экономия на издержках, вы, соответственно, в итоге по своим деньгам получите ту же самую доходность. ETF – это взаимный фонд, по сути, который обращается на биржи. Когда более 50% инвестируют по одному и тому же алгоритму, возникает вопрос неэффективности рынка, то есть ты можешь на этом зарабатывать. Индексные фонды будут покупать эту компанию только тогда, когда бумагу включат в индекс. Максим, приветствую. Да, Николай, приветствую. Сегодня хочу поговорить про лучшие акции для новичка. Ну, то есть я человек, относительно недавно знаком с этим миром акций. Что бы мне такого купить? Тип вопросов, которые возникают, возникают на канале, возникают в Инстаграм. Что купить конкретно сейчас? Здесь есть два варианта ответа. То есть первое, которое, в принципе, сразу можно распознать дилетанты, которые начинают говорить, купи распаску, купи Росагра, купи Сургутнефтегаз, купи-купи-купи-купи. Какие-то конкретные компании, потому что ответить на этот вопрос не представляется возможным, потому что я не знаю человека. Я не знаю его отношение к риску, терпимость к риску. Я не знаю горизонт его планирования. То есть какие цели он хочет достичь. Что у него с финансовой безопасностью? Есть ли у него подушка безопасности? Есть ли у него иждивенция? Есть ли у него там престарелые родители? Какая сумма на инвестиции? Ну, я ему могу сказать, слушай, купи Боинг. Человек вкладывает 10 тысяч рублей, и у него даже денег на одну акцию Боинга купить не получится. Мне очень удивительно, когда там отдельные брокеры говорят, там список лучшей акции для новичков. Опять-таки, не понимаю элементарно, какая сумма на инвестиции. Потому что там одна акция ГМК на риске Никель. Сама акция может быть интересна. Сам бизнес, он может быть интересен. Но человек инвестирует всего лишь 5 тысяч рублей. И в этом случае нужно понимать, что купив отдельную акцию за 20 тысяч, при портфеле 50 тысяч, у него просто будет нарушен принцип диверсификации. Поэтому, когда возникают такого рода вопросы, мне ответить, а, тяжело, б, непрофессионально. И несмотря на то, что у меня достаточно давно, я на ютубе говорил, заикался, наверное, уже где-то около года, полутора лет, что индекс на инвестирование – это инвестирование в индексы. Бывают индексы сырьевых товаров, бывают индексы S&P, NASDAQ, Dow Jones, бывают российские, Imaging Markets, развитые рынки, развивающиеся рынки, индексы облигаций, индексы акций, широкого рынка, мирового рынка. Родоначальником индексного инвестирования был Джон Богл, который сказал, что, ребята, смотрите, можно коллективно инвестировать, но дело в том, что активные управляющие за свои умы берут очень много денег. Поэтому давайте мы этого не будем делать. В долгосрочном периоде все равно мало кому удается обыграть, только Ворона Баффе-то, может быть, удалось. Поэтому инвестируйте в широкий индекс. То есть вам не нужно придумывать, осуществляется автоматически, включили бумагу в индекс, вы его автоматически купили, исключили бумагу из индекса, вы автоматически продали. Вам ничего прикладывать не нужно из-за того, что это происходит автоматически. Затраты на управление минимальны. И получается, что ту экономию, которую вы получаете на снижение транзакционных издержек, она положительно влияет на вашу итоговую доходность. И даже если будет какой-то звездный менеджер, который обеспечивает более высокую доходность, чем рынок, то в этом случае вы из-за того, что у вас экономия на издержках, вы, соответственно, в итоге по своим деньгам получите ту же самую доходность. Поэтому я здесь могу сказать, что любому начинающему инвестору, если мы говорим о том, какие акции покупать, не нужно покупать акции однозначно. Ну, то есть мой ответ, не нужно покупать акции, покупайте фонды. В России это биржевые фонды. Если есть доступ на глобальные площадки, это, соответственно, ETF. В России есть очень удобные инструментарии. Это ETF линейки Finnex. ETF – это взаимный фонд, по сути, который обращается на биржи. То есть он торгуется как обычная акция. Ее может купить абсолютно любой человек. В России, соответственно, через любого российского брокера можно купить данные инструментарии. И в чем преимущество, если, допустим, ETF на американские акции, то есть вы можете купить весь американский рынок, то есть иметь портфель из всех американских компаний, практически, которые торгуются на рынке, заплатив всего лишь 5200. То есть вложив 5000 рублей, вы покупаете Америку. Вложив 3500 рублей, вы покупаете Китай. Вложив 3200, вы покупаете Россию. Вложив 780-800 рублей, вы покупаете облигации Соединенных Штатов Америки. Широкие облигации. Вложив 980 рублей, вы покупаете золото. Причем очень удобно покупаете золото, вы не платите спреды банку. Что такое спреды? Спреды – это разница между покупкой и продажей. То есть если вы придете в банк и условно будете покупать золото или серебро, то есть цена на продажу, цена на покупку. То есть по какой цене банк покупает, продает. Между ними разница есть. Это не будет одна и та же цена. То есть банк устанавливает спреды. Рыночные риски он все равно относит на клиента. Помимо всего прочего, если будет физическая покупка золота, там еще НДС плюс 18%. То есть стандартные спреды по драгоценным металлам где-то от 5 до 10% в банке. То есть если у вас произойдет движение цены золота на 10%, то вы на этом не заработаете, на этом заработает банк. При спреде 5%. То есть чтобы этого нивелировать, можно использовать те же самые ETF. Вообще, индексное инвестирование для начинающего инвестора – это история, которая получила абсолютное распространение в осенью 2019 года. Более 50% частных инвесторов, которые инвестируют на рынки акций, на финансовом рынке, инвестируют посредством пассивных фондов, пассивных ETF. С одной стороны, это позволяет… Ну, то есть когда более 50% набрана критическая масса. Когда более 50% инвестируют по одному и тому же алгоритму, возникает вопрос неэффективности рынка. То есть ты можешь на этом зарабатывать, ты можешь на этом выигрывать. Но условно, ты знаешь, что какую-то компанию включат в индекс. И индексные фонды будут покупать эту компанию только тогда, когда бумагу включат в индекс. Если ты понимаешь, что эту бумагу включат в индекс, ты можешь ее купить заранее. Потом, когда бумага будет включена, акция будет включена в индекс, фонды начнут ее покупать все индексные фонды а это более 50 процентов частных инвесторов которые есть это акция вырастет ты можешь этим же фондом продать эту акцию там с прибылью в 200-300 процентов если это не ликвидно и наоборот если бумагу собирается исключить из индекса и и будут продавать только после того как исключена из индекса пройдет новость ты можешь сделать это раньше но это уже совершенно другая история когда мы говорим про неэффективность индексного инвестирования просто для начинающего инвестора нормальным разумным решением является использование все-таки те что бы там ни говорили потому что здесь получается ну для меня представление новичка человек который только начиная свой путь это не человек который там размещать миллион два три то есть это человек который пришел только только приходит к вопросу создания своего собственного капитала это могут быть на первом этапе незначительные деньги то есть это может быть 5000 рублей 2000 рублей 1000 человек может быть ежедневно собирается на этом направлять и в этом случае для него разумным будет вот именно такие инструменты или бирже биржевые паевые инвестиционные фонды от российских управляющих компаний или и те линейки феннекс и для этого а также для оценки эффективности портфеля миллион долларов для моих детей за 8 долларов день я отдельно сначала для себя лично создать такой индексный фонд по определенным алгоритмам и правилам про которые я рассказываю сейчас это сначала начиналось как некая табличка где я просто каждую неделю вкладываю 52 тысячи 500 ну то есть это 7500 рублей в день за неделю набегает 52 тысячи 500 то есть я его вкладываю по определенному алгоритму у нас сейчас создан сервис то есть на этот сервис можно получить доступ зарегистрировавшись по ссылке внизу причем абсолютно бесплатно второй момент у меня этот профиль публичный в тинькофф инвестициях любой может ознакомиться что у меня там происходит соответственно я думаю мы тоже под данное видео и ссылочку разместим на профиль в тинькофф где это можно посмотреть если вам интересно подписывайтесь смотрите как там происходит изменение динамики какие активы я покупаю чтобы это было не 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 было неким голословным утверждением а люди в режиме реального времени могли непосредственно посмотреть и для новичка наверное это оптимальная история нужно понимать чтобы это был сбалансированный портфель максим а что если вот но не хочу покупать какие-то фонды какие-то индексы я вот хочу сам себе набрать портфель вот я хочу поиграться в инвестиции как мне вот в этом случае лучше поступить хороший вопрос у меня встречный зачем какая-то наверное у меня идея что я умнее рынка ну или что-то в этом духе или не знаю просто вот мне нравится starbucks я хочу starbucks какие-то правила для новичков можно придумать вот именно правило диверсификации в чем возникает сложность до когда человек покупать самостоятельный портфель том что во первых должна быть разумная диверсификация то есть нельзя вкладывать яйца в одну корзину это там народная мудрость всем известны получается что когда человек опять мы говорим про новичков он приходит как правило с небольшим капиталом с небольшими деньгами но какая сумма это может быть 50 тысяч 100 тысяч может быть 500 тысяч окей но дело в том что создать широко диверсифицированный портфель по классам активов то есть в данном случае мы говорим о том что у вас должны быть консервативные инструменты и условно агрессивные инструменты консервативные это золото это облигации это евро облигации и стандартная практика что и должно быть столько сколько лет то есть если там условно человеку 38 лет то у него доля таких консервативных инструментов должна быть 38 процентов если мы говорим про сумму там 100 тысяч рублей 38 процентов они должны быть направлены там в консервативный инструмент золото облигации евро облигации или инструмента денежного рынка остальные там 62 процента они должны быть направлены агрессивны причем опять-таки должна быть диверсификация по странам развитые страны развивающиеся страны должна быть диверсификация по отраслям по направлениям и когда вы начинаете свои несчастные 62 тысячи рублей перед между америка китая россии и европой nokia хорошо разбери разбили на четыре части определить свои собственные пропорции но четвертая часть от 68 тысяч сколько это получается 14 тысяч рублей то есть вам нужно на 14 тысяч купить американских акций где boeing стоит столько там под 250 на 14 тысяч вам нужно купить российских компаний где только гмк на риски никель стоит 20000 на 14 тысяч вам нужно купить китайских компаний да там я не знали баба на пусть и вы хотите купить которые тоже там не совсем не дешево и то есть получается что сделать разумную диверсификацию будет очень тяжело то есть в любом случае будет нарушение хотите поиграться вопросов нет но тогда разграничьте то есть если если эта игра то тогда играйтесь и назовите это спекулятивным счетом и тогда путь не знаю к адептам трейдинга левериджа и прочего если хотите инвестировать и типа пути создания сохранения приумножения финансового капитала то соответственно как минимум там начните с индексных фондов или допустим может быть история опять таки у нас на канале очень много идет информация по проект миллион долларов за 8 долларов в день там да там с учетом моих знаний опыта навыков и умений то есть сумма относительно небольшая но все равно она предполагает что как минимум 2700 долларов в год надо будет направлять на инвестиции то есть здесь понятно что это 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 более крупная сумма follow me да то есть человек человек следует за мной поэтому что хочу сказать к чему хочу призвать есть действительно для начинающих инвесторов сервисе сезонного портфеля он абсолютно бесплатный рассказан принцип по какому он формируется все что нужно человеку это указать какой возраст дату рождения указать какая сумма на инвестиции и сервис автоматически стоит то есть это некий такой робо-адвайзер хочу чтобы вы ни в коем случае не расценивали это как индивидуальную инвестиционную рекомендацию просто он показывает каково ориентировочно согласно вашего возраста согласно ваших целей должна быть структура вашего инвестиционного портфеля сколько должно быть надежных инструментов сколько должно быть агрессивных инструментов и развесовка этих инструментов в процентном соотношении это можно сделать в автоматическом режиме помимо всего прочего возвращаться туда раз в месяц раз квартал раз в год для того чтобы осуществлять ребалансировку портфеля в автоматическом режиме и именно этот портфель много говорили про чувства и про эмоции в первую очередь это как раз алгоритм то есть который позволяет на самом деле по сути машине сказать вам что когда покупать и что когда продавать максим спасибо большое за ответы на мои достаточно глупые вопросы николай вас спасибо за вопросы друзья если вам понравилось видео поставьте нам лайк поблагодарите за ответы на данные вопросы нам это очень ценно нужно и лично для меня это большое вдохновение для того чтобы продолжать вести канал и записывать данные интересные видео именно для вас подписывайтесь на канал а с вами был максим петров и проект max capital